сегодня мы рассматриваем в разделе инструментов редактирования изображения продолжаем рассматривать инструменты в кавычках рисования значит по быстренькому мы с вами пробежимся еще раз по палитрам у нас с вами в панели окно есть инструментарий который позволяет вызвать палитру цвета на букву цвет так даже горячей клавишей в 6 есть и также палитры которые называются палитры образцы значит палитра цвет у нас выглядит здесь в двух таких вот ипостасях большая такой вот столбик который содержит все цвета радуги которые последовательно один другой переходит и также большой квадратик которые вы можете выбрать цветовой в общем-то оттенок этого цвета который в этой полосочке у нас с вами присутствует значит слева от этой палитры присутствуют два индикатора цвета передний квадратик это цвет рисования задний квадратик цвет заднего плана ну или может называться цвет переднего фона и цвет заднего фона под ними иногда появляются индикаторы которые говорят что вот если появляется треугольник это означает что на бумаге воспроизвести краской такой оттенок невозможно этот цвет не является печатаемым и если еще появляется так еще какой-то едкий цвет попытаться раздобыть что не получается не едкий цвет значит для того чтобы у нас этот цвет который мы выбираем был доступен на бумаге достаточно щелкнуть по этому индикатору и он выберет ближайший по мнению фотошопа цвет который воспроизводится красками на бумаге если вы откроете окно выбора цвета здесь тоже есть эти индикаторы вот выход за диапазон печатных цветов тот же треугольничек но чуть ниже у нас кубик есть трехмерный кубик это индикатор того что данный цвет выходит за веб-палитру то есть грубо говоря этот цвет невозможно использовать в веб-дизайне 16 вечными кодами все вы знаете что веб-дизайне используются 16 вечные коды для задания цветов мы поскольку вы из факультета информационных технологий я думаю что наверное об этом вы знаете слыхали такое да да вот ну будем надеяться вот соответственно для того чтобы ближайший веб доступный цвет был нужно щелкнуть на соответствующий индикатор значит здесь у нас 16 вечный код цвета вот он в этой ячейке располагается то есть вы его копируете вставляете в какой-нибудь бэкграунд вашей странички ну или скорее всего в каскадную таблицу стилей css там соответствующий оператор заливки или оператор это может быть цвет шрифта фонда бэкграунд или может быть что-то еще границы какие-то в общем любой элемент который способен воспринимать цвет там присутствует также вы можете активировать кнопочку только веб-цвета чтобы у нас здесь изначально бы были только цвета которые доступны веб-дизайне вы видите что это палитра уже имеет диапазон чем полноцветная с которой мы работаем то есть там цветов меньше ну для веб-дизайна этого достаточно кнопочки не требует фотореализма различные элементы оформления сайтов пока еще по крайней мере не настолько требуем дальше у нас есть различные системы в которых мы можем цвет измерять hsb и у сатарешин был брайт нас лап освещение rgb и цмик ну это мы из лекции все прекрасно знаем цмик краски и есть возможность открыть библиотеку понтонов и об этом я по-моему тоже на лекциях подробно говорил о чем и речь что печатные устройства печатают определенный диапазон цветов и к печатающим полиграфии устройством идут обычно пробники на бумаге с цветами у каждого цвета есть название вот и там ими можно пользоваться значит это цветовая палитра стандартная для всех в общем-то рисовалок а-ля по into windows у нас есть еще одна палитра образцы которая может содержать тоже любое количество цветов различных вы их можете группировать допустим он чем она удобно вы разрабатываете какую-то полиграфическую продукцию и фирменный стиль ваш заказчик вам дал там четыре фирменных цвета вот вы их сюда выставили вы их используете больше ничего не использовать например ну и плюс вы можете сами по желанию добавлять те цвета которые хотите в общем-то в эти библиотеки также кнопка вот не тут что-то выбрали нажимаем добавить в образцы имя образец один бац он куда-то туда добавился в библиотеку где ее его можно использовать вот он корпорный так называемый то есть наборы могут быть из элементов которые вы собираетесь здесь могут быть из элементов которые уже есть образцы по умолчанию и могут быть эти образцы экспортированы если вы на разных компьютерах работаете вы можете создать библиотеку с теми цветами которые нужно скинуть на флешку или по почте передать и подгрузить на другом компьютере в другом фотошопе это такая вот мелочь чем напоминаю что если мы с вами будем создавать заливки то вот вы можете выбрать какой-нибудь цвет и например я слой создаю все время заливаем полностью выделены объект цветом инструментарий заливок у нас есть а инструмент заливка у нас есть который может или узором заливать тут вот у нас есть текстуры мы тут шебуршили в общем-то единственное что мы подробно не рассматривали прошлый раз это инструмент градиентной заливки что собой представляет инструмент градиентной заливки значит у нас есть библиотеки различных градиентов но допустим два цвета белый и оранжевый и а значит пять вариантов нанесения градиента градиентный наносится с помощью прямой линии проводите прямую линию слева направо или справа налево от белого к оранжевым и оранжевый забыл как этот цвет называется розовый до розовый прошу прощения вот значит это тип линейного градиента когда цвета наносятся вдоль вот этой палочки которую вы проводите чем больше длиннее палочка тем плавней переход от одного цвета к другому будет чем короче палочка отрезок этот тема у вас более резкая граница будет перехода есть возможность наносить градиент типа радиальный когда из центра вот такой вот кружочек понятно чем больше проведете эту штуку тем он будет более плавный чем меньше тем более резкий угловой градиент который эмулирует вот такой вот уголочек согнутый градиент отраженный который под 90 градусов две стороны отражает а вот это вот все то есть можно сказать труба так получается если использовать короткое нанесение отрезка и градиент алмазный или диамандовый или ромба видны значит его переводят несколькими методами на английском языке там диамант написано а вот соответственно вот такие вот методы у нас есть нанесение градиента библиотеки градиентов можно добавлять или экспортировать если вы сами создали свои пользовательские градиенты можно любой из них настраивать для того чтобы открыть редактор градиента вы должны не на птичку которая разворачивает это окошко библиотеки градиентов щелкнуть вы должны щелкнуть на сам прямоугольник когда открывается редактор градиента редактор градиента Это представляет собой полосочку, сверху и снизу которого установлены маркеры. Снизу от полосочки устанавливаются маркеры цветовые для выбора цвета. Двойным щелчком вы окно выбора цвета открываете и выбираете соответствующие оттенки, которые вам хочется выбрать. Если вы с оттенками переборщили, убрать лишний цветовой индикатор можно, щелкнув мышкой и потащив вниз. Вот у нас сейчас присутствует несколько оттенков. Раз, два, три, четыре. Четыре оттенка. На самом деле цвет можно выбирать и здесь. Вы активируете маркер, щелкаете здесь по цвету, открывается окошко. Для выбора цвета можно сразу применить цвет фона переднего квадратика или цвет заказной. Почему заказной? А, у нас есть пипетка и можно пипеткой выбрать. Тогда это будет так называемым заказным цветом. Так, что там у нас за цвет стоял? Пусть будет какой-то вот такой. Далее, когда вы активируете любой из этих маркеров, по бокам от него маленькие ромбики будут. Эти ромбики регуляторы диапазона распределения цвета относительно этого маркера. То есть можете немножко ограничить или увеличить зону воздействия этого маркера. Нажимаем кнопочку ОК и получаем уже вот такую вот прелесть. Последовательно, как вы цвета здесь располагаете, они из центра ромбовидным градиентом раскладываются. Ну или линейный радиент, когда градиент слева направо у нас с вами это все дело переходит. Вот. Пока, я думаю, что более-менее понятно, да? Да, понятно. Вот. Что у нас еще хорошего здесь есть? Давайте на примере вот этой картинки, раз она уж тут у нас висит, рассмотрим, что хорошего здесь есть. Здесь я залью градиентом все изображение, но это понятно. У нас с вами есть над вот этой полосочкой сверху тоже индикаторы, которые можно устанавливать. Сверху от полосочки индикаторы регулируют прозрачность определенного цвета. Например, вот эту часть, ну опять-таки ромбики, они по бокам позволяют нам с вами задать диапазон действия. Значит, мы хотим сделать вот этот диапазон прозрачным. Ну прозрачность вот здесь выбирается. Ну или, ладно, наверное, щелчок не работает. Вот полностью прозрачный мы поставили вот этот диапазон. Что это означает? Например, слева направо, когда мы проводим этот градиент, видите, здесь этот цвет, на который распределяется прозрачность, он отсутствует, является прозрачным. Очень интересно может получиться, если вы используете, например, радиальный градиент. Вот, пожалуйста, достаточно интересный эффект. Ну я уж не говорю о том, что я это делаю на новом слое. Новый слой вы можете им прозрачность, в общем-то, задавать как хотите. Ну, то есть эффекты достаточно неплохие у нас с вами получаются. Значит, понятно, как задавать диапазоны для прозрачности. Ну, я думаю, что тут тоже особых вопросов у вас не возникнет. По-прежнему приглашаю в нашу лабораторию повоевать на Counter-Strike. Последний день осени, так сказать. Вот, возвращаемся к нашим градиентам, в наш пустой документ. Так, я из градиента вылез, зря я это сделал. Мы рассматривали непрерывный градиент. Непрерывные градиенты, они нужны для того, чтобы создавать гладкие градиенты с перетеканиями плавными одного цвета в другую. Бывают случаи другие, когда необходимо создавать градиент с четкими различными жесткими границами. Вот эти градиенты, они называются шумовыми градиентами. В данном случае параметр шум относится к цвету. Едкие жесткие переходы цветов один в другой. Ну, я здесь делаю вот такую вот область, с которой буду шумовым градиентом баловаться. Он у меня сейчас радиальный, то есть, видите, достаточно жесткие границы получаются. Если мы с вами возьмем линейный градиент, тоже, даже если мы попытаемся увеличить благодаря отрезку плавность, все равно шумовые градиенты, они более едкие, чем любые другие. Тут, может быть, не совсем понятно, каким образом мы можем менять цвета. Значит, здесь, в шумовом градиенте. Дело в том, что тут это генератор цветов. Есть кнопочка, называется другой вариант. Вы на нее нажимаете, и у вас генерируется другой диапазон цветов и оттенков. Интересных или не очень интересных. Ну, довольно забавных. Также вы имеете возможность, если это цветовая схема RGB, здесь регулировать с помощью того, какой оттенок какого цвета будет там участвовать или не будет участвовать, за счет чего можно ограничиться определенными цветами. Но это, может быть, не совсем удобно, но, тем не менее, позволяет эти цвета использовать довольно неплохо. А есть шумовые градиенты в других цветовых этих самых моделях. Они более такие вот, так сказать, едкие. И так, куда полез, где у нас цветовые модели, и цветовые модели LAB различные. Ну, где это можно применять, вы уже подумаете сами. Можно применять при создании очень странных элементов управления интерфейсами, там, кнопочками, еще чем-то. В общем-то, на ваш рост. Так, возвращаемся к непрерывным градиентам. Дальше. У нас с вами, кроме того, что есть ведро, которое мы создаем наши заливочки, мы с вами можем еще использовать команды заливки. Shift F5 это команда заливки, или редактировать, выполнить заливку. Здесь вы можете цветом основным, это передний квадратик, заливать. Цветом фона это задний квадратик. Просто цветом выбрать тот цвет, который хочется. А с учетом содержимого. Это тоже достаточно интересный метод заливки. А с учетом содержимого, я вам хочу сейчас из интернета найти какую-нибудь фотографию, с которой мы могли бы поработать. Секундочку. Сейчас я картинку возьму. Ага, надо качество картинки выбрать побольше. Вот, например, картинка такого плана. Присутствует девушка на полянке. Мы берем определенным образом это все дело как-то выделяем и хотим залить с учетом содержимого. Shift F5 с учетом содержимого и нажимаем кнопочку ОК. Прекрасно срабатывает данный инструмент, как вы видите. То есть вы поняли, что такое с учетом содержимого. Это означает, что внутрь выделенной области заливается текстура, которая находится снаружи от этой выделенной области. То есть таким образом можно убирать царапины с изображениями, ну или ненужных людей, если достаточно большое пространство вокруг есть. В общем-то, если этого пространства вокруг нет, то мы, конечно, можем увидеть другой вариант, когда у нас есть... Сейчас мы поищем нескольких девушек на полянке. Так, что-то у меня нехорошее нашлось вместо того, что нужно было бы нам. Ну ладно. Возьмем черно-белый вариант. Вот такую фотографию. Попытаемся здесь выделить девушку и от нее избавиться. С учетом содержимого. То есть видите, куски машины были загнуты внутрь. Девушки, конечно, там нет, но понятно, что что-то здесь не совсем естественно выглядит. Поэтому этот метод он применим, только если есть достаточно большое пространство. Так, откуда у меня окошко это залетело? Есть достаточно большое пространство. Вот это окошко вокруг. И у нас с вами, кроме этого, есть заливка текстурой или узором, черным-серым и чем-то, что на базе панели истории там присутствует. Там заливок нет, ничего нет. Поэтому тоже у нас с вами пусто. Кроме команды заливки, у нас есть команда, которая называется... А, кстати, видите, здесь выведена отдельно кнопка-заливка с учетом содержимого. Так, а куда у меня улетела система управления нашей трансляцией? Ага, вот. Так, значит, кнопка с улетом... Господи, с учетом содержимого она у нас вот есть. Очень интересная штука, которая позволяет создавать обводочку. Нажимаем кнопочку там же сделать обводку. Задаете ширину в пикселях, выбираете цвет обводки, выбираете расположение 33 пикселя, то есть, если по центру, это 15 пикселей в одну сторону, в другую. Ну, давайте сделаем, чтобы было снаружи. Режим наложения и прозрачность. Бац, вот у нас обводка наружная нашего элемента, который в данном случае есть. Вот, соответственно, команды заливок и обводок, они располагаются в пункте меню редактирования. Ну, также у нас есть инструмент ведро, который позволяет делать заливки, как текстурные, так и не текстурные, а линейные. Вот. И градиент. Что у нас с вами еще хорошего может присутствовать. Есть еще один инструмент, который позволяет рисовать. Инструмент, который позволяет рисовать текстурой, он называется узорный штамп или текстурный штамп. Это кисточка со всеми свойствами кисточки, которые мы с вами уже рассматривали. Только рисует эта кисточка текстурой, которая выбирается из панели текстур. Ну, вот у нас кирпичи есть, будем рисовать кирпичами. Квадратными скобками больше-меньше делаете. И вот кисточка у нас рисует кирпичами, ну, или любой текстурой, которую здесь вы создали, или которая есть в стандартных библиотеках текстур. Вот кисточка, которая рисует текстурами. Ну, на этом, наверное, инструментарий заканчивается. Единственное, что я хочу вам рассказать про резинки по-быстрому. У нас с вами на прошлой лекции я конкретно про резинки же не рассказывал полностью. Есть кто живой? Да, да, есть. По-моему, чуть-чуть рассказывали. Значит, я вам рассказывал, что у нас присутствуют три вида резинок. Есть резинка обычная, которая называется с эластиком, а эта резинка стирает на обычном слое изображения. Если у нас есть фоновый слой, так, надо открыть фотографию, чтобы у нас получилось с фоновым слоем каким-нибудь. Так, у меня опять нехватки фотографий. Сейчас мы возьмем, создадим то, что является обычной фотографией. что-то у меня тем маленькая по размеру получилось. Почему такая маленькая? Видно будет. Сейчас, секундочку, прошу прощения. Вот. И у нас это все дело должно находиться на фоновом слое. Если вы джипек обычно откройте, так будет выглядеть ваше изображение. Так вот, у нас с вами обычная резинка, которой мы пользуемся, на слоях каких-нибудь, на обычных слоях, мы обычной резинкой можем стирать. если мы перейдем на фоновый слой, на фоновом слое резинка стирает до цвета фона. Цветом фона второго квадратика сейчас назначен розовый. То есть, если я буду на фоновом слое работать обычной резинкой, она, грубо говоря, будет рисовать цветом заднего квадратика. То есть, приятного мало, но, чтобы вы понимали, что Photoshop считает за цветом фона. Это задний квадратик. Дальше. У нас с вами есть резинка, которая называется волшебная резинка. Волшебный ластик. Она работает так же, как работал инструмент волшебной палочки. Только инструмент волшебной палочки удаляет, то есть, он выделяет цвет, а резинка удаляет тот цвет, на который вы попадаете. Опять-таки, если убрать галку смежных пикселей, то будет весь этот цвет, который присутствует на изображении удаляться. Если галка стоит, то будет удаляться только вот эта часть, которая здесь имеет доступ друг к другу. А вот такая вот хорошая волшебная резинка. И у нее те же настройки, которые присутствуют в инструменте волшебная палочка, которую мы уже с вами прекрасно знаем. А и, как я говорю, самый последний офигенный ластик, фоновый ластик, он служит, ну, в общем-то, он работает в разных режимах. Режим непрерывного, непрерывной пробы, о чем идет речь. То есть, он стирает там, где мы проводим, это, во-первых, если у вас этот фон слоевый был, если у вас этот слой фоновым был, этот слой автоматически преобразовывается в обычный слой. Следующий режим, который называется вариант цветопроб, или как-то так вот, проба однократно. О чем идет речь? Я хочу вот эти оттенки только стирать на изображении. Я первый раз, когда щелкаю, этот инструмент схватил пробу этого цвета, и он будет стирать только этот цвет, где бы я этой кисточкой не шебрушил. Остальные оттенки он трогать не будет. Поскольку я на темный попал в слой, значит, вот такая прелесть есть. И третий вариант, который гласит, что мы с вами можем выбирать образец фона. Значит, фон это квадратик задний, то есть, будет стирать этот цвет. Ну, давайте попытаемся подобрать вот этот оранжевый цвет, и вот что у нас не подобрался сюда. Какие-то оттенки там. А, прошу прощения, все время не на том слое работают инструментом. Вот. То есть, будет стирать тот цвет, который вы выбрали в индикаторе фона. Вот, пожалуйста. Три варианта работы данного инструмента, который называется фоновый ластик. Вот, поскакали мы с вами дальше. У нас с вами плавно мы попадаем в следующую лабораторную работу. Сейчас надо вспомнить, где у меня Teams растет. Значит, в вашем случае мы с вами забегаем в пункт меню файлы, открываем лабораторную работу номер что? Так, это у нас фотошоп. Открываем лабораторную работу номер 4. Следующая лабораторная работа содержит 5 изображений. Каждое из этих изображений мы с вами должны отработать с помощью инструмента штамп. с помощью инструмента штамп. как эту штуку отсюда вытащить. Твой вылетел совсем. Так, прошу прощения. Я это дело скачаю к себе. Ага. Что он долго скачивает. где-то у нас должна быть кнопочка что она скачалась куда-то. Но я этой кнопочки пока не вижу. ладно откроем воспользуюсь принскрином просто качать в самом верху было я я вроде как нажимал кнопку скачать а вот это вот да что-то я не вижу я может оно скачивает но я просто не вижу куда оно скачивает поэтому пока воспользуемся тем чем умеем тем чем знаем у нас вот есть фотка с которой мы с вами будем работать следующая часть мы рассматриваем инструменты редактирования изображения следующие инструменты клонирования изображения инструмент клонирования изображения который мы будем рассматривать первым является инструментом штамп он служит для того чтобы склонировать что-то у штампа если вы откроете есть те же параметры которые присутствуют у кисточки то есть размеры жесткость границы и формы кисточки они все есть значит вот допустим у нас есть задача склонировать данного хомячка на палочке мы с вами зажимаем alt на клавиатуре для того чтобы указать данному инструменту на объект который мы хотим склонировать появляется перекрестие значит винтовки из counter-strike наводимся на мужика щелкаем левой кнопкой мышки один раз щелкнули левую кнопку мышки отложили мышку отжали клавишу аль ну вообще лучше руки уберите с клавиатуры отдышитесь в общем-то не нервничайте вот дальше мы когда мышку переводим другое место у нас может быть внутри форма нашей кисточки уже готовый хомячок находиться он может там находиться может там не находиться это зависит от того как настроен инструментарий штампа у штампа есть специальная панель настроек которая должна называться штампом я и опять не вижу хоть убит грифы истории каналы кисти комментарии коллекции фигуры в общем не вижу а штамп разве не с левой стороны точнее правой там где панель инструментов на панели тогда но у него есть панель настроек ладно вызывается с помощью вот этой вот а она называется не штамп на называется источник клоунов велик лор звездные войны войны клоунов мосту же и и здесь можно указать прозрачность указать наложение то вот этого хомячка внутри кисточки показывать или не показывать я его сделаю прозрачным на 70 процентов мне как-то приятнее что более пушистый тон чересчур так вот хомячковый получается значит вы когда работаете с инструментом потом просто выбираете я вам рекомендую обязательно отключать галочку выравнивание чтобы при работе штампом когда активировали данный инструмент пожалуйста полезьте и отключите эту галочку выравнивание чтобы у вас не было проблем изначально эта штука может очень сильно вам затруднить работу если она там стоит она бывает по умолчанию стоит а вот значит я еще раз наведусь на хомячка зажатым альтом вот наш хомячок дальше я зажимаю кнопку и во время работы данным инструментом посмотрите на экране присутствуют два курсора сверху курсор форме круглой большой кисти чуть ниже располагается курсор в форме крестика то есть форме крестика курсор показывает откуда берется клонируемый объект а в форме круглой кисти куда он кладется вот склонировал один раз склонировал два раза склонировал три раза сколько угодно сделал чтобы вписывалась более реалистично наша фигура которую мы клонируем желательно пользоваться пушистой кисточку то есть жесткость в 0 и и пожалуйста делайте и тогда хомячки более пушисто туда значит клонируются вот проблема заключается в том чтобы научиться этим делом пользоваться в дальнейшем это нужный такой вот инструмент инструмент то есть он нам с вами может в чем помочь допустим у вас есть фотография где вы с подружкой тому памятника где-то находитесь да вот фотография вам ваша нравится с подружкой вы поссорились а фотку хочется оставить что нужно сделать нужно избавиться от вашей подружки так чтобы никто не подумал что она там у вас когда-то росла соответственно вы с помощью данного инструментария потихонечку значит избавляетесь от ваших ненужных подружек и в общем то дальше живете и горе не знаете потом можете распечатать еще чего-то вот такая вот интересная штука ну жизни всякое бывает может пригодиться вот соответственно наш лабораторное по терроризму номер один заключается в том чтобы мы нашего хомячка радостно утопили то есть вы берете где-то здесь вот водичку и вот наносите и так вот чтобы она как-то реалистично вот у нас здесь присутствовал собственно говоря все остальные наши работы заключаются в том что вы вот все эти штуки все наши фотографии обрабатываете с помощью штампом ну тут тоже понятно что нужно очередного хомячка будет утопить вот опять вы берете инструмент штамп куда он у меня убежал пушистый проверяете увеличиваете допустим ок волны с этой стороны вы прорисовали кусок волны тут взяли с этой стороны вроде как все хорошо и прекрасно и чтобы никто не подумал что тут кто-то бултыхался когда-то вот при обработке документов на вопрос а конечно а вот это штампы это как точечная коррекция получается это коррекция в том месте куда вы где вы работаете я просто может вы работали snapsit есть тоже на редактор нет не работал и там но это она я так понял для мобильных устройств и там есть точечная коррекция и она вот работает принцип по такому же по такому же принцип ну принцип я думаю примерно одинаковый но да я так понял же это в принципе 1 1 да значит у нас так все время туда бегать хотя у меня наверное но где-то на компьютере есть так есть проблема которая называется вечер в лесу еще ну там не особо большая проблема просто здесь присутствуют тени отражение на тут немножко более точно тонко вернее придется это дело обрабатывать а надо кнопочку закрыть нажимать я понял вот и заканчивается так где у нас камешки озеро один волны вечер а вот эта штука вот эта штука вообще в формате bmp находится если ее открыть вы увидите что там цветовая схема будет режимчик индексированных цветах выполнен вот такая вот штука и если вы попытаетесь что-то сделать то жесткость нулевая я не менял ничего но у вас вот такая вот нехороший будет то есть мягкий штамп он не будет мягко работать если ваш документ в индексированных цветах я вам напоминаю что индексированные цвета это 256 оттенков всего лишь это не 36 там тысяч или 24 тысячи оттенков это всего лишь 256 соответственно когда у вас 256 оттенков вы не можете сделать плавное перетекание у вас не получится пушистой кисточкой здесь чтобы она получилась вам это изображение надо будет перевести в аржей by например тогда пожалуйста это все работает с пушистыми кисточками это один документ всего лишь который здесь в этой цветовой схеме есть тут надо от камешка просто избавиться если вы штампом попытаетесь это сделать в режиме индексации цвета у вас реалистичностью никакой не будет получаться именно за того что очень малое количество цветов и оттенков в этом документе присутствует вот у нас еще и самая последняя наша работа это значит по нашему с вами терроризму снести как вы уже догадались башни так у манхэттена тут еще большое изображение получилось вот значит снести башню манхэттена я воспользуюсь сейчас инструментом кадрирования чтобы немножко убрать все лишний он еще может называться инструмент рамка или инструмент обрезка так чем этом пользовались а штампа вот рекомендация по выполнению этой работы то есть на основе выполнения этой работы вы сами уже поймете освоили вы штамп или не освоили но и то ваша преподаватель успешность здесь достигается тем что вы выбираете достаточно большую кисть и достаточно пушистую жесткость в ноль вывели с этой стороны вы значит про хомячили большие тучи значит с другой стороны вы про сандалили маленькие тучи дальше увеличивать уменьшаете диаметр кисточки и здесь вот вы мелкими элементами добиваете это все дело а дальше все это можно в общем-то насадить вот шапки от других этих зданий но это я конечно чересчур быстро все сделал поэтому не везде это все хорошо получилось но смысл вы примерно поняли а были ребята которые еще вот здесь умудрялись расширить порт яхт каких-то накласть но это вот по небу вы сможете отследить насколько реалистично с теми тучами и облаками которые вы прорисовали будет небо значит и насколько реалистично и насколько не замазана вот тут вот эта линия горизонта с мелкими вот такими вот домишками вот наша лабораторная работа номер 4 которая касается инструмента штамп на базе инструмента штамп будет и пятая лабораторная работа но уже это лабораторная работа 5 будет не по терроризму на по реставрации изображений то есть обратно там будут порванные какие-то элементы или документы и ими можно хочу сразу сказать что инструментарий клонирования он у нас намного шире просто базовым инструментом является штамп и на его принципе там некоторые инструменты тоже работают чуть выше представлен вот в этой вкладочки инструментарий клонирование с автоматизацией процесса какой-то цветовой коррекции последующий например есть такой инструмент точечная восстанавливающая кисть которая который то есть простая восстанавливающая кисть которая работает примерно точно так же как штамп вы вот берете часть зданий куда-то их клонируйте и посмотрите что происходит то есть эти здания изначально были серенькие тут эти здания стали под цвет неба если вы эти здания попытаетесь наклонировать вот сюда значит они станут под примерно такого оттенка которого вот здесь находится это все дело то есть инструмент цветовой дополнительной коррекции вот допустим сюда мы эти здания тоже устанавливаем и они так в прошлощении на каком-то не том слое рисую но тем не менее да клонируемого цвета он берется из чем две штуки оказалось он берется с того объекта на который вы пытаетесь посадить тут эти дома цвета этого этой скульптуры тут цвет этих домов будет цвет зелени за счет чего инструмент восстанавливающая кисть это автоматизированный штамп то есть им тоже нужно выделить зажатым клавишам alt нашего хомячка и его внедрить на небо этот хомячок у нас с вами будет небесного цвета достаточно удобный на самом деле инструмент наверное с точки зрения вписывания коррекции по подгонке цветовых цветовой значит инструмент заплатка тоже достаточно интересный инструмент вот у нас есть пример так это годится создадим новый документ есть девочка с девочкой мы можем поступить двумя методами первый метод работы этой заплатки значит например назначение вы выделяете инструментом заплатка не инструментом выделения инструментом заплатка вот этот вот элемент и перетягиваете его в какое-то другое место происходит коррекция по цвету и наша девочка оказывается в нужном месте с соответствующей цветовой гаммой второй вариант это источник когда нам нужно избавиться от девочки значит вы переносите заплатку на ее место накладывается значит та часть оттуда откуда вы это дело перенесли вы увидите что это не очень хорошо работает то есть убрать таким методом здания у нас ну не совсем получается скажем так видно очень сильно значит то место где мы вот обработали таким вот образом эту часть тем не менее есть